Продолжаем тему плагинов в Zoom и сегодня на очереди интеграция с Google Workspace и установка таймера. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В прошлом уроке, ссылка на плейлист в описании, я говорил об интеграции Zoom с Asana. Тема полезная, но не всем, а лишь тем, кто пользуется Asana. Сегодня видео для всех, потому что нет в этом мире человека, у которого не было бы Google аккаунта. Высказывание провокационное, понимаю и если у вас задетый за живой зритель нет Google аккаунта, все равно досмотрите до конца. Там будет еще одна полезная интеграция. А может и так случится, что вы наконец заведете себе сей аккаунт после просмотра. Итак, в магазин можно перейти из приложения Zoom или с сайта Zoom. Google Workspace тут на первой странице, но также можно найти его в категории collaboration. У меня почему-то в Vivaldi приложение не установилось, зато прекрасно заработало в Google Chrome. Имейте это в виду, если и у вас не заработает в каком-то браузере. Ну в общем приложение установлено и давайте перейдем в Gmail, чтобы посмотреть, что оно может. Появился значок Zoom в панели интеграции, но приложение не запускается и требует авторизации. Авторизуемся. И первое, что можно сделать, запустить конференцию прямо из почты. Удобно, но не впечатляет. Но удобно, но не впечатляет. Второе, если вдруг кто-то напишет вам письмо и вы его откроете, содержание правой панели значительно расширится. А именно вам предложат запланировать конференцию, автоматически подставив заголовок письма в качестве темы конференции и также автоматически пригласив отправителя на эту конференцию. А вот это уже удобно и впечатляет. Не так, конечно, как господин Уэфа, проход дамы в Кинзацза. Но впечатляет. Тут есть все необходимые настройки конференции. Те же, собственно, что и в Zoom. Запланированная конференция автоматически попадет к вам в Google календарь и в список запланированных конференций в приложении Zoom и аккаунте Zoom. И это все путем нажатия одной единственной кнопки. Казалось бы, что еще? Можно ли ожидать чего-то большего? Да. За мной читатель, как говорил Михаил Ифанасьевич. Переходим в Google календарь. После интеграции при планировании мероприятия у вас появляется возможность добавить к приглашению не только Google Meet, но и конференцию Zoom. Запланированная конференция также автоматически будет создана у вас в аккаунте, а все участники получат приглашение сразу со ссылкой, паролем и всем необходимым для участия в видеоконференции. И когда наступит час Че, им не нужно будет дополнительно писать, напоминать и отправлять ссылку. А все необходимое они смогут узнать из карточки в календаре. Надо только приучить их к этому. Это не всегда является простой задачей. Вот так это выглядит у приглашенного. Это, кстати, первое приглашение обсудить план. Это то, что мы отправляли из Gmail. Лаконично. Человек задает какой-то вопрос, а ему в ответ письмо с приглашением Zoom. Дата и время. А вот это второе приглашение, отправленное из календаря. Ссылка, идентификатор, код доступа. Человек принимает приглашение. В назначенный час переходит по ссылке. Мне вот это вот уже впечатляет. Ну то есть раздельно нет, а все вместе впечатляет примерно как господина Уэфа проход дамы. И поэтому напоследок еще одна интеграция, которая устанавливается в один клик и очень даже может пригодиться. Речь идет о таймере. По-моему Zoom Apps. Да. Устанавливаем. Вот так выглядит таймер минуты-секунды. Тут с шагом в 5 минут. Старт, пауза, обнулить. Ну в общем понятно. На всякий случай покажу, как работает во время конференции. Хотя и это, я думаю, также понятно. Запускаем конференцию. Переходим в приложение. Запускаем таймер. А выставляем время. Нажимаем старт. Общаемся. Естественно, это нужно не для того, чтобы тренироваться общаться на время, а при проведении каких-нибудь мозговых штурмов и тому подобных мероприятий. Ну что, кто скажет, что это плохо, пусть первым бросит в меня камень. Кстати, изначально Zoom был достаточно неповоротлив в плане запуска конференции, приглашения участников, планирования и тому подобных действий. Он брал качеством связи, а теперь подгоняет и это. Ну что же, пожелаем ему удачи, а также всем нам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.